Всем огромный привет! С вами Маша и я приветствую вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет посвящено моим фаворитам за прошедшую зиму, поэтому кому интересно, приглашаю вас к просмотру. Первый мой фаворит из уходового сегмента это пробуждающий крем для лица от Green Planet. Я вам уже рассказывала в видео о Green Planet об этом креме, я совершенно не изменила свое мнение. Для комбинированной и жирной кожи подходит идеально. На вашей коже очень продолжительное время, не будет видно никакого жирного блеска. Он и бюджетен, отлично кожу насыщает влагой, разглаживает все неровности. Далее хотелось бы продолжить с волос. Это второй продукт и это кристальное масло от Glisskur. Это масло у меня было, по-моему, в косметичке в какой-то. Я вам вставлю здесь видео с ссылочкой, посмотрите, если вы не видели еще это видео. Могу сказать, что я очень много перепробовала масел для волос. Это одно из немногих масел, которое подошло моим волосам. Хоть я этим маслом пользуюсь и недолго, но я уже могу точно сказать, что это идеальное масло. Оно, во-первых, придает блеск, они становятся более гладкими, шелковистыми. Плюс ко всему, это масло просто на 100% увлажняет мои сухие кончики. Обычно масло я наношу на влажные волосы, высушенные немного полотенцем. И могу сказать, что некоторые масла мне не подходят. Я это понимаю тогда, когда я просыпаюсь утром и на моей башке просто солома. Вот тогда 100% масло мне не подходит, и я им прекращаю пользоваться. С этим маслом такого не возникает. Я просыпаюсь, у меня кончики такие же гладкие и мягкие. В общем-то, это масло отлично подходит мне. У него очень много применений. Вы можете на сухие волосы просто немного его нанести и придать этим самым блеск волосам. Или же так же делать, как и я, и наносить на влажные волосы, и с утра у вас будет просто сногсшибательный эффект. Еще один продукт также был в последней моей косметичке, по-моему, за февраль. И могу сказать, что я очень мало пользуюсь этим кремом, меньше месяца, наверное, но он уже стал моим фаворитом, потому что я очень трепетно отношусь к кремам для рук, потому что, ну, я вообще не люблю любые средства уходовые, когда после них ощущение жирности на коже и хочется побыстрее это средство смыть. Именно от этого крема для рук у меня нет такого ощущения. Он отлично увлажняет. И несомненный плюс этого средства, то, что он быстро высыхает на ваших руках, а еще он очень-очень вкусно пахнет фруктами. И завершающий продукт из уходового сегмента – это антицеллюлитный крем для тела Organic Shop из серии Love to Mix Organic. Он, как видите, совершенно пустой. Я его оставила лишь для этого видео, и чтобы потом показать в пустых баночках. Девочки, это обалденный крем. Он нереально пахнет ананасом. Он обалденно увлажняет, быстро высыхает. Но он, конечно, заявлен как антицеллюлитный. И это, конечно, безусловно, неправда, потому что ничего подобного он не делает. С целлюлитом он у вас бороться не будет. Первый продукт в декоративной косметике – это у меня будет, безусловно, палетка Carly Babble. Она не только для глаз рассчитана, но также она рассчитана, как и средство для лица. Это здесь четыре хайлайтера. Эти хайлайтеры придают очень красивое, естественное, легкое свечение. Первый вот этот хайлайтер, который более дает в розовый цвет, он уже у меня затерт так прилично. Сами тенюшки – это просто что-то волшебное. У них обалденная суперская пигментация, не нужно прилагать никаких усилий, чтобы передать цвет на ваше веко. И у меня уже, конечно, вот этот нижний ряд, вот эти четыре оттенка, они у меня просто уже затерты. Я ими ежедневно пользуюсь. Это отличный вариант палетки и для дневного, и для вечернего макияжа. Дальше два моих любимчика. Две тенюшки от Color Tattoo оттенок 40 Taupe и оттенок 93 Cream The Nude. Могу сказать, что этот оттенок я использую как базу для теней, а этот оттенок я использую для оформления бровей. И честно скажу, что оттенок на бровях, что оттенок как база, они держатся идеально. Оттенок для бровей у меня выдержал погодные условия дождем. А вот этот оттенок бежевый как база отлично работает, выравнивает цвет кожи, они не скатываются в течение дня. Третий у меня фаворит декоративный – это, конечно же, тушит Vivienne Sabo, как бы Red легендарная. Я очень много видела у других девочек в обзорах эту тушь, но я как-то раньше обходила ее стороной. Ну, не люблю я тонкие маленькие щеточки, как у этой туши, но, девочки, я изменила кардинально свое мнение о таких тушах, в частности, именно об этой. Потому что она идеальный вариант, как для обычного ежедневного натурального макияжа, так же этой тушью можно создать офигительный вечерний макияж. У нее обалденная щеточка, она классно разделяет, классно удлиняет реснички. И если вы нанесете несколько слоев, то у вас еще и увеличится объем ресничек. Четвертый продукт – матовая помада от Эльф. Она у меня в оттенке Tia Rose, чайная роза. Девочки, это что-то потрясное. Во-первых, как видите, на сводче вот так выглядит помада. Она не сушит губы, но если у вас есть какие-то проблемы с губами, шелушения или же трещины, то, несомненно, она их подчеркнет. Но если у вас губы находятся в идеальном состоянии, или же вы перед тем, как нанести эту помаду, немного нанесете бальзама для губ, то потом у вас идеально ляжет эта помадка. Чтобы она выглядела на губах более идеально, если есть какие-то шелушения, я просто одним слоем наношу сначала помаду на губы, а потом я просто вот так вот пальчиком вбиваю, и выглядит просто потрясающе. Завершить декоративные фавориты, это корректирующая тон пудра от Эльф. Вы, наверное, очень часто видели у меня в макияжах, в частности, эту пудру. И, как видите, девочки, она у меня уже затертая до дыр, потому что я этой пудрой пользуюсь ежедневно, в повседневной жизни, даже без тональной основы. Потому что за счет того, что она корректирует тон лица, она также скрывает небольшие недостаточки, если у вас есть мелкие-мелкие покраснения, прыщички. Но, честно скажу сразу, она не замажет совершенно большущие прыщи. Если ее нанести вот так вот круговым движением, то она, как видите, белая. Но на лице она, естественно, становится прозрачной, и за счет того, что здесь 4 цвета, и происходит коррекция тона. Могу сказать, что за зиму я прочитала не так много книг, как бы мне хотелось, но все же я их прочитала, и сейчас я усердно уже весной наверстываю упущенное и читаю намного больше книг, нежели зимой. И первые две книги, которые я все-таки добила и прочитала зимой, это были книги одной из любимых моих писательниц Софи Кинселла. Те, кто видел фильм Шопоголик и читал книги эти, то вы знаете, что это именно этот автор, и именно она написала эти книги. Честно скажу, я всегда слежу за выходами новых ее книг, потому что мне этот автор очень нравится, и я очень люблю читать ее книги, потому что они очень легко читаются, они очень интересные. И могу сказать, что это две книги. Первая называется «Брачная ночь», и вторая «Молодожены». Да, я маленькая девочка, мне 26 лет, и я читаю и смотрю Гарри Поттера. Честно скажу, я посмотрела все фильмы Гарри Поттера, точнее, я смотрю их постоянно перед каждым Новым Годом, все части, и я решила прочитать теперь все книги, потому что летом... Да, кстати, спойлер, если вы не знаете, была информация в Инстаграм, что летом, либо это будет в июле, либо в августе 2016 года, выходит еще одна книга о Гарри Поттере, и она будет о похождениях уже, по-моему, сына Гарри Поттера и повзрослевшего Гарри Поттера. Я эту книгу прочитала буквально за несколько дней. Я в последнее время очень подсела на сериалы, и скажу честно, что я смотрю больше зарубежные сериалы, нежели наши отечественные. Первый сериал, о котором я хочу вам рассказать, это, конечно же, будет «Стрела». Я думаю, большинство смотрело этот сериал, и давайте честно скажите, кто из вас смотрит его только из-за душки Оливера. Я люблю такие сериалы, в которых такая есть динамика, и которые немного напоминают супергероев. В общем-то, «Стрела» такими и является, он борется с преступностью, ну и, в общем-то, иногда борется сам с собой. И еще один сериал, это будет, конечно же, «Легендарная сплетница». Я не первый раз смотрю этот сериал, и каждый раз, как я его смотрю, я всегда в восторге. И красиво подобраны наряды, и аксессуары. В общем, вся эта роскошная жизнь, она, конечно же, притягивает взгляд, и очень интересно наблюдать. Плюс, конечно же, интриги, скандалы, расследования. Это тоже, безусловно, очень интересно. И, конечно же, там есть главная героиня, которую никто никогда не видел и не знает, кто это. Это сама сплетница, которая и создает эти интриги. В общем-то, интересный сериал. Я думаю, в принципе, все его уже посмотрели. Но я всегда, каждый раз его смотрю, и мне всегда интересно. Я, кстати, сейчас как раз на пятом сезоне, на десятой серии, и мне осталось совсем чуть-чуть до финала. Но, конечно, я знаю, чем все закончится, но каждый раз все равно интересно на это все смотреть. На этом все, девчонки, это были все мои фавориты, и косметические, и некосметические. Надеюсь, вам было все интересно и полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не являетесь моим постоянным зрителем. Заходите на мой инстаграм, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки на свои соцсети я оставлю внизу в инфобоксе. С вами была Маша, всех целую, до встречи в новых видео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok